Ко дню города Новый Уренгой станет ярче. Своими творениями его украсят художники из Германии и Санкт-Петербурга. Такой подарок решили преподнести газовой столице представителей компании Винтерсхал. 17 остановочных павильонов превратятся в настоящие арт-объекты. К работе художники приступили уже сегодня. За происходящим наблюдала Мария Федорчук. Белые медведи, полярные совы и лисицы, эти животные совсем скоро появятся практически в центре Нового Уренгоя. В виде рисунков их нанесут на остановочные павильоны. Яркими красками на них ляжет и северное сияние. Такой подарок ко дню города новоуренгойцам решили сделать представители компании Винтерсхал. Художник из Германии Себастьян Тобиас рисует уже 20 лет. За это время он успел объездить почти весь мир и поделиться своим творчеством. Его рисунков не видели только жители Африки и Австралии. Сегодня яркими красками Себастьян разрисовывает остановочный павильон в самом северном городе, в котором ему удалось побывать. Мне эта картина очень нравится, потому что само смешение цветов, переход именно цветов, он очень интересный. И у меня еще есть 6 картинок, которые я буду сегодня рисовать. Ну и погода прекрасная, поэтому настроение хорошее. Еще есть полярная сова, которую я хочу нарисовать. Также пейзажи северные, которые вокруг я вижу. И еще какие-то картинки, но я еще не знаю, что я нарисую. Это будет зависеть от моего настроения. Совсем скоро эту остановку украсит настоящий северный пейзаж белой медведи на фоне алого заката. Изобразить переход цветов непросто, поэтому в арсенале мастеров из Германии и Санкт-Петербурга около 500 баллонов с красками разных оттенков. Быстрыми движениями художники наносят их на стену. Скорость важна для того, чтобы цвет распределился равномерно. Граффити белой медведи – самый непростой рисунок. Сложность рисунков может заключаться в проведении, например, четких ровных линий, которые требуют дополнительного времени для построения рисунка, которое не будет видно зрителю, но в техническом процессе очень-очень много отнимает ценного для нас времени. Мы с Себастьяном обсуждали наш план на выполнение работ, обсудили самые-самые сложные по технике рисунки, потому что, несмотря на то, что для зрителя они могут выглядеть совершенно одинаково, есть определенные технические характеристики для рисования, которые сказываются на сроке выполнения работ. И для сегодняшнего дня мы старались выбрать самые сложные рисунки, потому что погода очень-очень радует, и это хорошо. С особой гордостью художники демонстрируют свой альбом. В уменьшенном варианте в нем представлены все рисунки, которые скоро превратят из обычных остановок настоящие арт-объекты. Здесь полярные совы, нефтяные вышки и яркое северное сияние. Все это они разрабатывали сами. Предварительно ребята направляли нам макеты, рисунки, что там будет. Конечно, это северная тематика, это тематика нашего с вами родного города. Это очень красивые будут рисунки. Всего 17 поверхностей. У новорингойцев есть возможность поближе познакомиться с творчеством приезжих художников. В День города на праздничном Арбате для всех желающих они проведут мастер-класс. Мария Федорчук, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».